Всех приветствую, дорогие друзья, на нашем рюкьюанском мирозавоевании. Устраивайтесь поудобнее, я себе мирозавоевательные водички налью, чтобы, если вдруг будет пересыхать горло, смог поправлять ситуацию. Так что я надеюсь, что вы тоже, может быть, даже поставите видео на паузу, приготовите себе чего-нибудь вкусненького, приятненького, аппетитненького, если вы еще этого не сделали, и только потом отожмете эту паузу и продолжите смотреть. Вам приятного аппетита, и если вы что-то поглощаете, напишите об этом в комментариях, что именно вы едите, когда смотрите мирозавоевание. С какими, так сказать, вкусностями мирозавоевание рюкьюанское связано у нас. Мы воюем с Ираком, мы воюем с индейцами, мы воюем... Да, кстати, маленькое улучшение я подготовил. Я уже начинаю присматриваться к тому, какие владения я в будущем поставлю. В будущем это когда мы переступим черту 17-го админтеха. А что смотреть, как присматриваться, спросите вы? Просто нам нужны такие владения, которые будут охватывать как можно больше в развитии, потому что от развития будет плясать и все остальное. Конечно, нужно смотреть еще и по товарам, по рекрутам и так далее. Но чем больше развития, тем больше профита обычно эти владения приносят. Ну, владение снижает автономию на 75 до 0, и вы получаете в итоге больше профита. Вот, например, вот это владение, малого, тут 51 плюс 30. 41 плюс 30. Это 71 развитие. Одно из самых больших владений будущих, которые у нас будет. Поэтому, когда мы видим возможность что-то в таком владении построить, например, на будущем мастерскую, пусть это владение даже и будет применимо к нам лет так через 10. Я думаю, что мы как минимум придем к 17-му админтеху лет через 15-20, но постройки уже у нас будут готовы. Так, теперь нам очень важно разобраться с восстаниями. Есть восстания, которые очень скоро случатся, и нам надо подготовить силы, чтобы эти восстания предвосхитить. Перераспределить войска. Что мне кажется, слишком много транспортных кораблей я тут оставил. Я могу и меньшими силами действовать. Так что давайте эти 11 транспортных кораблей перераспределим вот сюда. У нас через 14 дней прибудет дипломат. Мы можем решить, стоит ли нанять инквизитора вместо нашего с национальными беспорядками. Знаете что? Стоит, конечно. Сейчас мы, как никогда раньше, нуждаемся в религиозном единстве, в том, чтобы наши миссионеры работали эффективно. А с восстаниями мы и так будем справляться, нам рекрутов хватит для этого. Такс, ты Судодова, а ты открывай новые территории, красавец. Заморский, приморский, отморский. А ты не сюда пойдешь. Ты пойдешь куда-нибудь вот сюда. И у нас строительство кораблей скоро закончится. Местами. За этим тоже нужно будет проследить. Такс, свободный дипломат. Мы не можем послать его объявлять в перемирии никуда. Но мы можем фабриковать претензию, к примеру, на Ланну. Нет, на Ланну мы уже фабрикуем претензию. Мы можем отправить его фабриковать претензию на Дели. Вот. А на Ланну мы претензии сфабрикуем, и у нас освободится дипломат. Эфиопские восемьдесят. Вы понимаете, эфиопские восстания могут по нам больно ударить. Я надеюсь, 38 тысяч это будет означать, что они будут разделены. С одной стороны, мне надо идти сюда. К большой орде. С другой стороны, у меня тут будет восстание. Мне надо бы право прохода. Ну ладно. Давайте отправим в двух направлениях и посмотрим, во что это в итоге превратится. Так, а ты, дружище, Что ты и твои двенадцать тысяч тут делают? Я не знаю, куда и как придет орда. Давайте пока вот так сделаем. Давай, красава, открывай нам территории. Португалия и Тунис заключили мир. Молодцы. А мы, кажется, на аву можем склепать претензии. Дело в том, что нам тут до Китая две провинции всего. Ну, через столицу мы не пойдем. На Ланну претензии. Через столицу мы не пойдем, а вот так вот вполне можем сходить. Чтобы потом просадить Китай. Так что да, вот такая претензия. Дипломата домой. Ох, 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 ох. Жесть. Да? Вот наши ранние фрегаты готовы. Еще два корабля будут готовы через короткое время. Где эта Мадана находится? Если принимаете какое-то решение, то вам нужно знать, о какой провинции вы принимаете это решение. До шестисотого. О, да это даже не подклеснет никаких рисков восстания. Наоборот. Выровняет ситуацию. Блин. Ну, тут у меня тысяч до тысяч. Наверное, вон туда поведем. Попросим право прохода, перейдем и займемся. Но перед этим хочу на АУ начать фабриковать претензии. Так, защита торговли. Филиппины нет, Малака нет, Бенгалия. Ну, давайте в Бенгалию добавим кораблей. Защита торговли. Если Занзибар. Там мы реально свою прибыль будем получать. И... Если каперство мы отправим, к примеру, в какой-нибудь Пекин. То тоже сможем воровать у него 0.53, 0.83, 0.59. Давай. А этих воришек отправим вот сюда и попробуем их апнуть. Чтобы мощнее каперствовали. Савоя приняла предложение о мире, Белый мир. Так, Османыч, с кем вы ешь? Австрия, Аугсбург, Зальтбург и Райвенсбург. И Османчик выигрывает свою войну. Ну, такой мощный парень. А у нас, смотрите, сколько восстаний подоспело. Ава не даст нам сфабриковать претензии. Значит, мы будем с индейцами перемирие заключать. А тут у нас гости. 19 тысяч Золотой Орды. Ху, хорошо, что оно не дурное оказалось. Оно само заключило перемирие. Может быть, конечно, оно что-то взяло. Ну, ага. Теперь мы получаем плюс одного купца в конце месяца. Ху-ху-ху. Это, это просто суперски. Это поистину, или воистину мирозавоевательно. Воистину мирозавоевательно, друзья. Это со стороны моей колониальной автономии просто воистину мира завоевательна. Фух, красава колониальная автономия, я очень-очень за нее рад. Так, мы можем построить еще сколько? Еще 10. О, да, мы можем построить еще много кораблей. Может, бригов? Давайте 10 транспортников построим и пусть обслуживают вот этот вот региончик. Я так понимаю, что у нас еще лимит, 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 лимит. Дело в том, что у нас и тут же восстание будет, так что нам надо как-то войска держать так, чтобы и тут ужать врага, и не тут. И рекуртом не давать нас подставить. Ладно, тогда берем право прохода и штурмуем Золотую Орду. Хотя, кстати, оно нам, наверное, не нужно. Нам просто парочку провинций, чтобы перси их отдать. Такс, партикуляристы. 11 тысяч. Ну, понятно, что мы сделаем. Свободный торговец. А торговца, знаете, куда я хотел поставить? А торговца я хотел испытать вот тут вот. Вот. Они сюда много льют денег. А для нас это будет возможность испытать это все на прочность. И че? Типа до 92-го нет, но скоро да. Типа до 92-го нет, но скоро да. Такс, торговца я поставил. 2 января 1592-го. Опасный момент в нашей жизни. Скоро у нас там войны будут. Нам типа как нужны войны, потому что мы уже национализируем большую часть. 90-го, а ближайшая война это Конго в июле. В середине месяца можно объявлять Конго войну. Ну, вы понимаете, нам нужно успеть долбануть по партикуляристам. И помочь заодно с восстаниями. Такс, почти заканчиваем. Я про то, что нам бы сюда прокинуть колонию. Колониста типа как отозвать? Блинский. Ну, кому она достанется? Потом вот сюда, а потом вот сюда. Ну, или вот сюда. Брахманы получат 10 влияния. Брахманы получат 10 лояльности. Брахманы потеряют 10 влияния. Престиж уменьшится на 10 и куча казны улетит. Ну, это вообще-то хорошо. Это вообще-то хорошо. А сейчас я скажу почему. Потому что у нас тут 78, и у нас тут очень критическая ситуация. И это нас спасает. Ну, престиж мы им всегда можем жертвовать. Правда, конечно, мы... Ну, лояльность брахманов. С ней ничего. 600, 605, 605, 621. Сами понимаете. 1459 монет. Есть. Нормально. И все довольны. Да, вот сюда надо ставить. Заодно потом вот эту десяточку колонизируем. И разделим по 2000. Все. Все. Ты тут больше не нужен. Зато ты очень даже нужен вот тут вот. Так как там тоже скоро будет война. И Ирак. Ирак, и наши... Ага. Типа как перемирие. Да, что ждать. Пошли атаковать. Тут мы чисто массой задавим. Так. Так, с довара. Это какая-то что-то... Какое-то что-то эфиопское. Поселенцы Арома. Местное население было вытеснено и ассимилировано. Местные беспорядки плюс 2. Местная эффективность миссионеров минус 8 до 602. Блин, да. Это вот этот вот региончик, он такой неприятный. Не френдли по отношению к миссионерам ни разу. У нас тут миссионеры не работают. Не то зажимаю. Срочно на помощь. Если мы здесь проиграем, то это будет плохо. Так, сэфиопские сепаратисты. Партикуляристы. Сепаратисты. Партикуляристы. Со всех сторон кто-то с кем-то сражается. Просто жесть. Нет, командующего. Сюда, быстро. Давай на помощь. И разморозим вот этого парня. Ага, с партикуляристами справились. Бухарские сепаратисты. Афганские сепаратисты. Жесть. И свободный дипломат. Давайте посмотрим, можем ли мы взять то, что хотим. Себе-то мы можем взять. 80 вверх расширений. А сколько у нас? 90, да? Да вот, например, отдать персии что-нибудь. Не контролируется вами или вашими союзниками. А если бы она нами контролировалась, то мы могли бы пойти дальше. Персии, точнее, передали бы ее. Но, правда, нам право прохода нужно было бы, чтобы с восстаниями бороться. Ладно, давайте еще повоюем. Так, Ава спокойно никак не хочет, да, нам козни строит. Обнаружение шпионов и контр-шпионаж 0.65. Да, фиг ты на такую АВу что-то склепаешь. Поэтому, наверное, мы не будем на АВу ничего клепать. Вот, пожалуйста, выбирай их, Килва или Эфиопия. Блин, ну, Эфиопия, конечно. С Эфиопией быстрее разберемся. Так, и сколько у нас 490? 14 дней он еще туда прется. Ну и торговец. Долго. Ой, красавцы. Еле-еле душа в теле. Молодцы. Для победы нам придется сделать так. Сколько? 6 тысяч. Так сказать, перераспределение. Нормально. О, началось. Ну, это хоть миофизитство. То есть на нас это пока никак не влияет. Мы их не крестили. Сейчас эти культурные бестии пройдут. 92-ое, а тут до 94-го просто подождать. Просто, да не просто. Плюс 2. Это 24. На 2 это 48. Ну, нормально. Чуть больше, но мы вроде как успеваем гарантированно. Чуй еще до... Чуй еще до 50. Потому что мы все желаем гарантированно. 97 сколько мы берег слоновой кости 4 дуката отмываем себе насколько у нас здесь влияние 12 процентов но зато мы делаем беднее очень сильно беднее всех вот этих вот местных так что на того стоит 17 43 32 ух плавающей крепости блин так 90 90 80 персия прям готова взорваться целый грядой восстаний но займов им выплачивать не надо так мы только с этим ведем войну понятно а перемирие когда у нас я о июль а ее июль сейчас май то есть придется чуть задержаться помним у персии претензия только вот на эту территорию давайте посмотрим поскольку во что она нам обойдется луанда луанда я так понимаю это вот тут вот где-то давайте быстрее перекрестим так я хочу эту провинцию персия не сможет ее национализировать то есть вот этот захват в принципе не имел смысла все теперь все понятно хорошо значит тогда мы отдаем персии и и претензии персии персия сколько у тебя не национализированных провинций 1 2 3 4 5 5 6 7 7 почти начала национализировать почти так а ну-ка еще раз так а ну-ка еще раз можно можно вот так вот сделать чтобы османчики если что сюда не пришел так но видите они не хотят не хотят так отдавать ну ладно давайте вот так тогда возьмем 2 провинции оставим ираку и 100 дукат я думаю нам это хватит пока что мы можем конечно разбить взять больше но нам это хватит такс мы взяли что хотели персия плюс 2 провинции национализируем вот эти 2 провинции наконец-то и 98 идеально единственное что я хочу посмотреть это как у персии дела с сверх расширением 34 нормально тоже для нее это переносимо и мы теперь можем объявлять войну да мы в принципе будем к ней готовы блин даже чуть-чуть опаздываем с объявлением войны я про конга и съедание ее территорий так у конга тут есть какие-то крепости которые нужно срочно и быстро осадить и у ойя надо посмотреть если какие-то крепости которые будут нам мешать кто союз я ну тут тоже все просто чисто и легко почти 500 но не 500 это меня немножко расстраивает но что поделаешь так сейчас тут будет куча восстаний и мы должны к ним всем быть готовы а так то мы еще можем по миру потребовать провинции и можем осман османуса если что знатненько ударить берег слоновой кости да мы можем забирать у них больше доходов нам конечно это не поможет вот не удержался так эффективность торговли плюс 15 число дипломатических плюс 50 или 5900 в казну ну что может быть лучше чем дипломатические очки в нашей то ситуации да и эффективность торговли нам позволит получить все что мы хотим все уходим отсюда и давайте свободного дипломата куда-то отправим недавно угрожали мы не заберем у них эту провинцию этим мы вообще не можем угрожать так как у нас перемирие да придется подождать как ждет рогатая жаба правильно объявляет войну я у не придет то есть а то ее можно взять достаточно провинции чтобы продолжить их поедание либо 5 месяцев побыть в мире чтобы усталость от войны хотя мы в мире еще побудем потом ах так сладно ланна в 92 шамар в 94 это нам успеть конга объявить войну у а я объявить войну со ее мы выйдем на границу вот сюда кого то увидим Так, 18, 8, 4, 5 и 4, а тут 9, 9, ну, с Конго мы, конечно, заберем гораздо больше провинций, поэтому мы, наверное, Конго первую в войну объявим. И через 48 дней объявим войну дальше. 524, это эффективность торговли. Это, друзья, эффективность торговли. Кто у нас следующий восстающий? В Персии много восстаний. Тут восстания. Тамара восстания. Где-то самая Тамара, вот тут вот. А сколько восстающих? Десятька. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Победа. Еле-еле. Так, хорошо, это сентябрь 92-го. Надо бы нам уже заканчивать, то серию долго будет грузить. Ну, давайте победу я над этими сепаратистами оформлю. Еминские 16К. Нечто. Что еще? Хиванские сепаратисты. Кизил, Меф. Ух-ух-ух-ух-ух. И где же эти хиванские сепаратисты? Да тут они страшные лютые. Сюда надо идти по-любому. Эти 12 тысяч должны вернуться. Тут где-то у них только не будет этих восстаний. Бухарские сепаратисты. В общем, туда 30 тысяч по-любому надо направлять. Такс. А военные техи мы пока что не берем. Мы все еще ждем еще 5% скидки, чтобы на этом заработать. Удачи вам, друзья. И хорошего настроения до следующих ирюкюанских мирозавоеваний. Всем пока.